Здравствуйте! Меня зовут Калуга Валентина Ивановна. Я родилась 30 августа 1942 года на границе, на меже между Брянской областью и Гомельской областью. Помню ли я войну? Помню. Хотя я пряталась в животике у мамы, и маму вместе со мной копала противотанковые рвы вместе со своими сёстрами, с односельчанами, по двой снарядов, это она вот так бегло иногда говорила, и пугались, и прятались в болотах. А время года было такое, что и осень, и весна на кочку станут, кочка провалится, и все в ледяной воде стоят, замёрзшие, кушать нечего. Всё взрослое население было уже на фронте. И папа ушёл на фронт, Калуга Иван Иванович, а мама Калуга Лидия Васильевна, в девичестве на куст Лидия Васильевна. Папа преподавал физику-математику, уже мама русский язык-литературу, и они не думали, что их молодость, их мечты, их любовь будут растоптаны войной. Они не думали, что свидятся, но всё-таки папа вернулся. Ещё мама говорила, и не думали, что выживешь, потому что маме кушать и всем не хватало, и пугались. И мама говорила, ты родила синенька-синенька, как синенький дохлый курёночек, и не думали, что ты выживешь. Кушать было нечего, она говорила, кусок холщового полотенца намочим в болотную воду и даём всосать. Ей кушать было нечего, ни младенцам. Но, слава богу, он выросла. Папа с фронта пришёл раненый в головочку. Так от мамы знаю, папа не любила войне вспоминать. Коротенько очень мама, лаконично, что у папы были в голову только два ранения, две контузии, и другие были ещё ранения на теле и на ногах. Жил он с одним глазиком, и когда я была в четвёртом классе, этот глазик его очень беспокоил, который был незрячий. И его отвезли в больницу в Брянск, и когда я была в четвёртом классе, мы сделали операцию и вытащили из надбровной дуги кусок свинца. Помню, что такой сплющенный кусок свинца словно фасолина. Я долго берегла. А потом, когда уехала учиться, дома остались младшие, после войны родились две сестрички и братик, они куда-то затеряли. Папа, повторяю, работал учитель физики-математики, а мама русский язык-литературу преподавала. Сельская школа, две смены. И когда папа забегал домой пообедать между сменами, мама просила дети, тихо, папа прилёг отдохнуть, потому что головушку папы раненая, надо ему дать тишины покоя. И мы, маленькие дети, мы как мышки бегали, понимали, что папе нужна тишина. Мы, дети, тогда, помню, взахлёб читали книгу Витя Малеев в школе и дома, Васёк Трубачёв и его товарищи. И мы, октябрята, пионеры, в общем, все стайками. За нами были прикреплены хаты, где вдовы и люди были одинокие или инвалиды. И мы ходили по хатам и помогали, что могли. На огородах помогали, воду с колодца носили, полы мыли, в магазин ходили за хлебом. И на этих хатах прикрепляли на косяках тоже звёздочки красные. Если в хате погибший один человек, одна звёздочка. Если три человека, три звёздочки. Четыре ушли на фронт, не вернулись, четыре звёздочки. Мои любимые родные родители. Я их благодарю за мою жизнь прекрасную. И вообще, я благодарю всех воевавших, от мала до велика. И кто у станков стоял, дети, подростки. И кто в Ленинграде, под Новороссийском. И в Сталинграде головочку сложил. И сельчане наши. Ведь маминой, сёстры, папиной вдовы и поставались. По трое детей. А кто живёт ещё, много им лета и здоровья. А те, кто ушёл в мир иной в битвах, пусть покоятся с миром. Ко всем обращаюсь. Обращаюсь ко всем жителям нашей страны, нашей любимой России. Не будем воевать. Будем беречь мир, хранить, чтобы дети спокойно пели, танцевали, учились. Будем помнить и беречь всё, что сберегли воевавшие. Всю ту красоту нашей Родины России, за что они положили свои головочки. Человек рождается не для битвы, не для вражды, не для разрушения. Человек рождается, чтобы созидать. Люди мира на минуту встаньте. И дружите, и созидайте, и храните мир.